В конце ноября, в начале декабря администрация Одинцовского округа подвела предварительные итоги 2022 года. В течение трёх недель буквально заместители публично и открыто рассказывали о результатах работы по своим направлениям и озвучивали предварительные наши планы на 2023 год. Финальные итоги года будут подведены уже в начале следующего года в процессе обращения к жителям муниципалитета. Такие отчёты станут ежеквартальными. Ознакомиться со всеми материалами можно на официальном сайте администрации в разделе «Итоги 2022 года». С этой темы начал своё выступление на очередном заседании Совета депутатов глава Одинцовского округа. Также на совещании шла речь о поликлиниках, детских садах, дорогах, построенных и отремонтированных в 2022 году. К зимнему периоду на территории округа залили 55 катков, 37 из них – во дворах жилых домов. 24 декабря должен открыться бесплатный каток на соборной площади главного храма вооружённых сил в парке «Патриот». В соответствии с бюджетом законодательством 30 ноября 2022 года состоялись публичные слушания по проекту бюджета округа на 2023 год и плановый период 24-25 годов. После публичных слушаний в процессе подготовки проекта к бюджету к утверждению параметры бюджета изменились. Это связано в основном с изменением объёма межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов и, соответственно, софинансирования за счёт средств местного бюджета. Так, после публичных слушаний объём межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличился на 1,9 млрд рублей. Соответственно, софинансирование за счёт средств местного бюджета увеличилось почти на 600 млн рублей, поэтому он был пересчитан. В результате доходная часть на 2023 год составила почти 38 млрд рублей. Дополнительно были включены расходы, неучтённые в проекте бюджета, который прошёл слушание в связи с изменением госпрограмм Московской области. Были увеличены расходы на капремонт Кубинской школы номер 2, на обустройство инфраструктуры велосипедной, на устройство систем наружного освещения «Светлый город», переселение жителей. Также были увеличены расходы в связи с изменением госпрограммы на строительство детских садов в Гусарской балладе, в Ново-Ивановском, в Одинцово по улице Кутузовская, школы в Гусарской балладе и школы в Немчиновке, на реконструкцию очистных сооружений города Звенигорода, Верхний Посад. Проект бюджета Одинцовские депутаты поддержали большинством голосов. Также были рассмотрены темы о внесении изменений в положении о коммерческом найме жилых помещений, установлении границ территориального общественного самоуправления Кубинка-2 и другие актуальные вопросы. Ольга Дмитриева, телекомпания Одинцова.